Товарищи, тема очередной нашей лекции – социальное изменение. Мы с вами рассматривали самую простую форму движения – социальное становление, как единство двух моментов – возникновение и прихождение. И если мы будем не просто постулировать следующую форму движения, а будем устанавливать логическую связь между становлением и изменением, то нам надо пройти этот логический путь между становлением и изменением, и тогда мы увидим, как они связаны между собой. Итак, изменения. Возникновение, единство возникновения и прихождение. А раз есть возникновение и прихождение, то бытие превращается в ничто, ничто превращается в бытие. А раз одно в другое превращается, можно сделать такой логический вывод, что нет бытия, нет ничто, а есть только движение и исчезновение одного в другом. Значит, в силу этого движения происходит следующее. Мы должны констатировать, что становление есть благодаря наличию бытия и ничто, благодаря единству бытия и ничто. Если бы их не было, не было бы и становления. Но тут же только что мы увидели, что в становлении бытия и ничто переходят друг к другу, то есть разность бытия и ничто в становлении исчезает. Здесь я хочу обратить внимание не на тот смысл, который бывает в математике, в арифметике разности, когда от пяти отнимаем тройку и получаем двойку. А здесь имеется в виду разность как факт, что они разные. Но вот именно их разность, вот то обстоятельство, что они разные, становление исчезает. Но раз исчезает их разность, а становление есть благодаря разности, значит становление тоже исчезает. Еще раз. В становлении есть благодаря разности бытия и ничто. Эта разность в становлении исчезает, значит и становление исчезает. И все, что было достигнуто нашим непосильным трудом логическим в ходе предыдущей лекции, тем самым исчезло. Но, и вот в этом, собственно говоря, одна из самых главных черт диалектики, что никогда не исчезает все бесследно, а происходит дальнейшее логическое движение. Давайте обдумаем, что означает исчезание становления. Исчезание становления означает, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Значит, происходит исчезание беспокойного единства бытия и ничто. И надо разобраться, а что такое исчезание беспокойного единства? Ну, это, во-первых, отрицание или исчезание беспокойства и отрицание единства. Что является отрицанием беспокойства? Я думаю, что на этот вопрос легко ответит каждый. Отрицанием беспокойства является, или беспокойство является спокойствие. А что является отрицанием единства? Вот люди, которые говорят о единстве, думают, что речь идет об одном. На самом деле, когда говорят о единстве, всегда предполагают некое многое. Единство многих. У нас единство – единство точек зрения, единство мнения, единство позиций, единство народа, единство всех людей доброй воли и так далее. И все люди разные. То есть о единстве можно говорить тогда, когда есть некое многое. А если этого многого нет, то ни о каком единстве просто и говорить нельзя. Поэтому, что является отрицанием единства? Простота, простота, простое. Нету двух, нету трех, нету четырех. Есть что-то простое. Собираем урожай логический. Отрицанием становления является нечто спокойное и простое. Или, проще, спокойная простота. То есть то, что есть теперь, это спокойная простота. Что произошло? Произошло то, что становление само отрицало себя и стало спокойной простотой. Вот особо обращаю внимание на эту операцию. Такая операция, когда нечто отрицает себя, оно не пропадает совсем, а оно переходит в некую другую, более высокую категорию. И, следовательно, в ней содержится, в этой более высокой категории, называется снятием. А, следовательно, следующая, более высокая категория, более сложная, которая содержит себя более простою, называется снятым. Вот, поэтому, 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 та операция, которую мы проделали, называется снятие. А снятое бытие есть спокойное и простое бытие. Вот такое спокойное и простое бытие называется, надо как-то его назвать. Это бытие? Бытие. Но нечистое же, нечистое. А как узнать, как оно называется? Ну, вот мы обращаемся к тому, кто разработал систему всех категорий и, соответственно, название дал этим категориям. Это наличное бытие, то есть налицо спокойное и простое. Означает это, что в нем нету борьбы противоположностей, в нем нету перехода бытия в ничто, а ничто в бытие. Есть, но это в нем. А налицо спокойное и простое. Ну, все разжигали костер, все грелись у костра. А потом, знают, когда его начинают уже тушить, не подкладывают больше туда ветки, не подкладывают то, что должно гореть. И постепенно костер покрывается пеплом. Ну, если это пепел, который снаружи даже теплый, не горячий, если ты этот пепел раскрепешь, то увидишь там внутри жар. Ну, точно так же устроено и наличное бытие. Наличное бытие спокойное и простое, а в нем становление. И хотя мы находимся вообще в начале диалектического пути, в начале системы категории диалектики Гегеля, ну, надо сказать, что уже здесь мы сразу встали на диалектическую дорогу. Никакого другого отрицания, такого, которое бы сводилось к отбрасыванию просто, или к зачеркиванию, или к выбрасыванию того, что отрицается, никакого такого отрицания в диалектике нет. И поэтому Гегель постоянно подчеркивает, что для того, чтобы, например, выбросить или выкинуть нарушителя спокойствия из храма, его приходится обнимать. И для того, чтобы вы приставили себе битву, они должны вступить в единство две стороны. То есть зависимость всех вот этих моментов движения друг от друга и неразрывность. Вот что мы здесь сразу, по-моему, сначала наблюдаем. И, значит, утвердившись в том, что такое наличное бытие, это снятое становление. Наличное бытие есть результат снятия становления. Мы можем двинуться уже вперед от результата снятия становления дальше. А как мы можем двинуться вперед? В диалектике, чтобы двигаться вперед, надо, как известно, впереди еще мы ничего не видим, как вы можете туда двигаться. И чтобы двинуться вперед, надо обернуться назад, посмотреть на прошедшее. Раз наличное бытие есть результат снятия становления, значит, в нем есть становление. А в становлении, кроме бытия, которое у нас сейчас налицо, в наличном бытие, кроме вот этого бытия, есть и ничто. И, значит, в наличном бытие есть ничто, но оно не налицо. Оно есть в нем. И вот такое ничто, которое есть в нем, в наличном бытии, но не налицо, надо как-то назвать. Вот как назвать такое ничто, которое в наличном бытии? Как? Такое ничто, которое в наличном бытии, то есть, называется отрицанием. Вот это отрицание. И вот это отрицание, теперь мы можем рассматривать. Давайте возьмем это ничто, которое в наличном бытии, это отрицание наличного бытия в нем самом. И посмотрим на него, как его назвать. Вот это отрицание наличного бытия в наличном бытии называется определенностью наличного бытия. Ну вот каждый из нас сидит в какой-то одежде, скажем. Я в пиджаке, кто-то в куртке. Вы не будете доказывать, что куртка – это вот вы. Куртка – это же ваше отрицание, это же не вы. Куртку можно снять, передать другому, отдать стирку, порвать можно ее, не пораним себя, свою кожу. Поэтому куртка не относится к вашему наличному бытию, она относится к отрицанию. Или другой пример. Вот, то есть, так сказать, перерыв, пойдете в буфет, купите стакан чая, в который положите сахар и размешаете. Вот сахар, который в чаю, это чай или не чай? Ясное дело, что сахар, который в чаю, это не чай. А раз не чай, это отрицание чая. И вот сладкий чай – это чай, в котором есть сахар. То есть, есть его отрицание, и вот это отрицание чая в чае дает ему его определенность. Это сладкий чай. А если еще вы туда бросите кусочек лимона, то вы не будете доказывать, что лимон – это чай. Вы скажете, чай с лимоном. А лимон – это не чай. Вот не чай, брошенный в чай. Делает чай чаем с лимоном, определенным чаем. То есть, надо запомнить такую вещь, что такое определенность. Определенность есть отрицание. Например, говорят, умный человек. Тут есть две категории – ум и человек. Ум – это человек или нет? Нет. Ум – это свойство человека. Правда? Это его способность сделать правильные выводы. Умный человек – это человек настолько начитанный и настолько способный, что он самостоятельно может делать правильные выводы. Поэтому ум – это не человек, а человек. А человек с умом. Человек умный. Поэтому ум – есть определенность человека. И вот уже мы с Охлоном говорили об определенности человека, которое есть определенность наличного бытия. Что уже хочется, это определенность наличного бытия. что мы ее сделали предметом самостоятельного рассмотрения. А когда мы сделали определенность чего-либо предметом самостоятельного рассмотрения, она повернулась нам как бытие. Правда, мы на нее смотрим как на личное бытие. То есть определенность – это отрицание, но мы его берем, это отрицание, как бытие, то есть как положительное. Мы его как бы изъяли из того отрицания, чего оно является, и рассматриваем его как отдельное личное бытие. Так вот, такая определенность, которая берется сама по себе, как бытие, то есть такое отрицание, которое берется не как отрицание, как бытие, называется качеством наличного бытия. Поэтому мы уже имеем дело с качеством. Если дальше мы будем рассматривать качество, качество – это какое бытие? Чистое? Нет. С чистым бытием мы расстались тогда, когда вначале чистое бытие переходило в чистое ничто, и чистое ничто в чистое бытие, а здесь это уже наличное бытие. А раз качество наличное бытие, то в наличном бытие, мы знаем, есть становление. А в становлении есть два момента. И вот эти наличия двух моментов задают некий масштаб для того, чтобы мы могли сделать вывод, что брать качество только как одностороннее положительное нельзя. Надо взять качество как положительное в противоположность отрицательному и как отрицательное в противоположность положительному. И тогда мы получим два следующих определения. Качество, взятое как положительное в противоположность отрицательному, называется реальностью. Реальностью. Как говорят? Такова реальность. Что хотят этим сказать? Хотят сказать, что не только что тут есть что-то хорошее, а есть какая-то и гадость. Есть какое-то отрицание. Когда говорят, ну, реальность такова, что придется идти сейчас под дождем. И намокнем мы наверняка. Такова реальность. Идем вперед. Поэтому, значит, вот когда говорят реальность, то всегда имеют в виду некое отрицание. И, собственно, отрицание. Реальность отрицания. Теперь у нас уже получилось что-то очень много категорий. Смотрите. Наличное бытие, качество. Качество как реальность, качество как отрицание. Ну, по крайней мере, три. Если уже не брать из этого отдельно качество, потому что качество и как реальность, и как отрицание, три. Это ненормально. Значит, давайте разберемся с этими двумя отрицаниями. Значит, качество есть. Реальность. Взятая как положительное, это реальность. Реальность есть. А раз оно есть, значит, оно бытие. А какое бытие? Наличное. А раз оно наличное бытие, а в нем есть отрицание, значит, как в реальности есть отрицание. Теперь берем отрицание. Отрицание, раз мы его взяли, оно есть, есть. Значит, реальность есть отрицание. Получилось, что в реальность есть отрицание, а в отрицание есть реальность. И что из этого следует? Какой логический вывод? Обратите внимание, что мы получаем диалектические выводы, но идем строго, формально, логически. Если в реальности есть отрицание, а в отрицании есть реальность, значит, они тождественны. Представляют собой некое одно. Значит, реальность и отрицание тождественны. Хорошо. Тогда, то есть, снято различие реальности и отрицание. Снято различие. То есть, оно есть, но оно снято. Сейчас снято различие. Но мы не будем забывать, что это реальность и отрицание. Это реальность и отрицание наличного бытия. Поэтому давайте рассмотрим соотношение этих категорий с наличным бытием. Так. Реальность. Это наличное бытие? Наличное бытие. А в наличном бытие есть реальность. Значит, снято различие реальности и наличного бытия. Отрицание в наличном бытие? В наличном бытие. Но оно есть? Есть. Значит, в наличном бытие есть отрицание, и отрицание само есть наличное бытие. Вот мы и сняли различие и реальности наличного бытия, и отрицание наличного бытия, и различие реальности и отрицание между собой. Отсюда такой вывод сделали Георгий. Нет отдельной реальности, отдельно отрицание, отдельно наличного бытия. А есть лишь определенное наличное бытие. Потому что реальность и отрицание – это его определенность. Определенное наличное бытие. И вот такая, получается, длинная конструкция. определенное наличное бытие. Дальше Гегель начинает ее сворачивать. Но он сворачивает ее не потому, что он решил сэкономить, логически сэкономить, а потому что он очень внимательно смотрит на формы мысли, которые отлагаются прежде всего в языке. Поэтому вот это вот наличное бытие, определенное наличное бытие можно выразить более коротко. Так, например, говорят «налично сущие». Сущие. Вот люди, которые занимаются философией, иногда употребляют такую категорию «сущие» и употребляют с таким изыском, как бы со смаком. «О, сущие». Мы смотрим на сущее. Это сущее. А что такое сущее? А то, что дано непосредственно. То, что дано непосредственно, это сущее. А то, что посредственно чем-то, не сущее. Вот, например, желудок человека не дан как непосредственно. Когда вы смотрите на человека, вы видите лицо, голову, руки, глаза. На желудке вы не видите. Но он есть? Есть. То есть наличие, наличного бытия тут нет. Он не на лицо. А он, а как сущее у вас, вот всегда открытое лицо для разговора. Я открыт для вас. В том смысле, а что открытое лицо? Вот вы можете со мной как с личностью и разговаривать. Налично сущее. А еще короче. Сейчас молодежь все время говорит, короче, короче. Я как-то иду по институту истории. Там девушки, человек семь, семь, шесть. Групка такая на втором этаже. Они гурьбой там собрались. И между собой и так беседуют очень довольно громко. А слышно только одно. Короче, 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 короче. Каждый хочет сказать короче, еще не успели ничего сказать, а уже короче. Вот и Гегель тоже старается сказать короче. Нельзя ли сказать короче на личное сущее? Оказывается, можно. То есть есть такое выражение, которое совмещает в себе и наличное бытие, и отрицание. Это нечто. То есть вот это вот определенное на личное бытие, на личное сущее может быть названо нечто. Причем нечто не вместе, а не отдельно. Если мы напишем не отдельно, а что отдельно, это будет отрицание на личное бытие, не что. А если мы напишем вместе, это на личное бытие, а отрицание в нем, внутри. А вы как воспринимаете нечто, как положительное или как отрицательное? Вообще, нечто не только воспринимается как положительное, но иногда это как какой-то высшей оценкой является. Скажем, человек в музее, глядя на картину, может сказать, но это нечто. А что он этим сказал? Он этим сказал, что это, так сказать, что это произведение высокого уровня. Нечто. Ну вот, теперь будем рассматривать. Вот это нечто, определенное на личное бытие или нечто, достаточно коротко записано, коротко сформулировано. Давайте его рассмотрим. Нечто, рассматриваемое само по себе. Что такое? Нечто есть определенное на личное бытие. Ну, во-первых, оно на личное бытие. А раз оно на личное бытие, в нем есть становление. Значит, если одна сторона этого становления налицо, это нечто, значит и другая сторона тоже нечто. Значит, на самом деле есть два нечто. Одно назовем нечто, а другое назовем иное или другое. То есть, мы сделали вывод, что есть не просто нечто, а есть пара. Нечто иное или нечто и другое. Все равно как назвать, другое или иное. Ну вот, смотрите, что получилось. Нечто мы рассмотрели. Теперь рассмотрим нечто по отношению к иному. Нечто по отношению к иному является само иное. Иное вот этого иного. Правильно? А иное является иным по отношению к нечто. То есть, безразлично, что взять за нечто, что взять за иное. Они абсолютно одинаковые в этом отношении. Значит, что мы рассмотрели? Мы рассмотрели нечто по отношению к самому себе. Нечто по отношению к иному. Иное по отношению к нечто. А что мы еще не рассмотрели? А мы не рассмотрели иное по отношению к иному. А что такое вот иное по отношению к иному? Иное по отношению к иному есть иное этого иного. Или короче, иное иного есть иное. Вот такая получилась логическая операция и такая запись. Иное иного есть иное. Что это такое? Как это понять? Что это означает? Как этим пользоваться? Иное иного есть иное. Но, во-первых, в этом выражении мы, во-первых, усматриваем равенство иного с собой. Иное иного есть иное. Было иное, осталось иное. Во-вторых, в этом же выражении мы усматриваем прямо противоположное. Иное и иного есть иное, не такое, другое. Значит, в этом выражении есть неравенство иного с собой. Значит, иное и иного есть иное же, то есть, равенство с собой. Иное 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 есть иное, то есть, неравенство с собой. То есть, мы выявили в самом этом выражении есть и равенство с собой, и неравенство с собой. Но поскольку это относится к иному, а иное – это нечто, то можно сказать и про нечто то же самое. Значит, мы про любое нечто можем сказать, что любое нечто – это и равенство с собой, и неравенство с собой. И, следовательно, надо отдельно рассмотреть его моменты, моменты неразделимые, неотделимые, противоположные движения в одном движении, неразделимые два. Это момент равенства с собой и момент неравенства с собой. Как называется момент равенства с собой? Ну, это вот вопрос. Как назвать его? Гегель старается не придумывать название, а старается взять из языка соответствующий термин, потому что язык, в языке, прежде всего, проявляется и отлагается мысль. Поэтому, если она, эта мысль есть, но она проявляется в языке. Так вот, как в языке проявляется момент равенства с собой? Вот момент равенства с собой проявляется так. Я могу сказать, что я сейчас в себе или не в себе? Если у меня все в порядке, если я равен самому себе, это в себе бытие. А если у меня что-то случилось, я не в себе. Человек начинает спокойнее, человек вдруг начинает на коллег кричать, ругаться и так далее. Значит, он не в себе. А можно с другой стороны зайти. Вот когда человек чувствует себя хорошо, он в себе. А когда ему плохо, ему не по себе. Вам не стало не по себе. Вот так можно поставить вопрос. Или вы приходите к секретарю-директора. Вот мне нужно то, это, пятое, десятое. Секретарша говорит, сейчас я приду в себя и буду с вами разговаривать. И все вам объясню. Что значит приду в себя? А где она была до этого? А где она? Не в себе была? То есть, на самом деле, очень широко, вот это, в себе используется в языке, как характеристика равенства с собой. В себе. В себе, как равенство с собой. И как же назвать тогда неравенство с собой? А вот неравенство с собой, так просто вы не найдете в языке, не нравится с собой, пришлось Гегелю это специально, так сказать, выводить и фиксировать как категорию, чтобы, так сказать, была парная категория. Бытие длинного. Бытие длинного. Бытие в себе пишется так. Бытие, черточка, в, черточка, себе. Бытие для иного. Бытие, черточка, для, черточка, иного. Потому что это не три слова, а одно. Бытие для иного, бытие в себе. Вот если я перехожу в другое, в иное, я бытие для иного. И вот что тогда? Тогда нечто у нас получается, как единство двух моментов. Бытие в себе и бытие для иного. Вот такое единство двух моментов, бытие в себе, нечто, которое является единством бытия в себе и бытие для иного, называется изменяющееся нечто. Изменяющееся нечто. Изменяющееся нечто. То есть изменение – это единство в себе бытия, бытия для иного. Вот, вооружившись вот этим, мы можем говорить уже о том, что такое изменение и что такое изменяющееся нечто. При этом нам кажется, что мы уже все тут, так сказать, что можно было сказать про изменение, сказали. Но обратите внимание, что мы говорим только о бытии. А как же определенность? Определенность – нечто же это определенное на личное бытие. Значит, то, что мы наговорили, сказали, сформулировали, записали, зафиксировали про наличное бытие, должно быть отнесено и к определенности. Ну вот давайте рассмотрим тогда определенность. Вот если это же применить к определенности, то надо будет эту определенность взять как в себе бытие. И если вы берете ее, как в себе бытие, она, эта определенность, противится переходу в иное. Так? И поскольку она противится переходу в иное, получается, что это такая надежная, прочная определенность, которая сохраняется в изменениях. Если изменяющееся нечто, единство в себе бытия бытия или иного, то вот то, что сохраняется в изменениях, это не просто определенность. Ну, был черный, покрасился, стал светлый. Был грязный, вымылся, стал чистый. Это такая определенность, которая исчезает. А такая неисчезающая определенность, которая сохраняется в изменениях. Как она называется? Она называется определением. Поэтому вот Кегель говорит так, что качество, берем какое-то качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием, называется определенностью, определением, определением. То есть качество, которое находится в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. А что это за момент в нем бытия? Это то же самое в себе бытие, но такое в себе бытие, которое борется с бытием для иного. Как? Раенство с собой через отрицание бытия для иного. Для такого вот момента, можно сказать, того же самого в себе бытия, но усиленного, такого в себе бытия, которое сохраняет себя и противостоит бытию для иного, есть такое название в нем бытие. Или, говорит Гегель, просто В. Вот считайте, что мы нашли самую короткую категорию во всей науке, логике и вообще во всей философии. Самая простая категория называется В. В нем бытие или просто В. И так у него и написано В, в нем бытие или просто В. И поэтому, вот, определение может быть сформулировано так, качество есть, такая определенность, или определение это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом, это нечто с В, или с в нем бытием. Вот что такое определение. А раз оно находится в единстве с в нем бытием, значит, в нем бытие – это категория, которая соединяет внешнее с внутреннее. Если вы стали говорить о внешнем, если вы говорите о что-то в нем, значит, вы имеете в виду, что есть иное. Поэтому, когда мы говорим в единстве с другим моментом, это значит, что оно находится в единстве с внешним, с переходом в иное, но оно противостоит этому переходу в иное. То есть, если вы по определению хороший человек, то вы всегда хороший человек при самых рожадных обстоятельствах, никогда у вас хорошее настроение. И не сегодня только, но и завтра, и послезавтра, и в другое время. А и точно так же и подлец по определению. Он не только сегодня подлец, но и вчера был подлецом, и завтра будет подлецом, и так далее. И определение в этом смысле сохраняет себя. Но именно потому, что вот таким образом определение через этот момент в нем бытия восходит вовне, то можно через эту вот определенность, через в нем бытие пробраться и изменить определение. И бывает так, что и люди даже становятся, переходят в противоположность. Был человек до какого-то времени в порядке, а потом стал негодяем. Вот интересно, есть высказывание у Ленина в отношении Жюли Геда. Во французском парламенте фракция социалистов имела достаточно большое число членов, и она разделилась на две большие группы. Одна, которая возглавлял Жаррес, она была фракцией оппортунистической. Она вроде социалиста, но которые сотрудничали с буржуазией по существу. Но считали себя социалистами. Таких сейчас социалистов большинство. И другая группа, которая называлась Гора. Гору возглавлял Жюль Гед. И вот Ленин пишет, что товарищи рабочие, после событий 2014 года, когда большинство лидеров социалистических партий проголосовало за военные кредиты, пошли в правительство и поддержали вот эту мировую бойню, империалистическую войну. Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда, за исключением его измены, в 2014 году. То есть не так обстоит дело, что вот, так сказать, был человек, у него что-то было неправильно, и поэтому оно и тут проявилось. Нет, все у него было правильно, но вот он потом перестал быть порядочным человеком, и в одночасье превратился в свою противоположность. Ну вот теперь, можно сказать, мы можем подводить некоторые итоги того, что мы сделали. Мы теперь знаем, что такое изменение. Изменение применяется, понятие изменения применяется как нечто, а нечто изменяющееся такое, которое равно самому себе и не равно самому себе одновременно. равенство собой и не равенство собой одновременно. Ну вот, это относится к любому движению, даже к самому простому механическому. Мне приходилось вот с водителями разговаривать, у меня спрашивают, а вот, а вы где работаете? Я говорю, я вот работаю в Институте философии. А чем вы занимаетесь? А что такое диалектика? Ну давайте я вам расскажу, что такое диалектика, очень просто. Вот, вы едете на машине, вы эту точку проезжаете, вот, которую мы проезжали? Да, я говорю, проезжаю. А если вы ее проезжаете, так вы в этой точке стоите? Нет. Ну раз вы не стоите в ней, не останавливаетесь, значит вы ее не проезжаете. Значит у вас в этой точки не было. Нет, стою. Ну раз вы в ней стоите, а как вам удалось так тормознуть, чтобы вы только в ней стояли, и они переходили через нее. Он задумывался и задумывается, потому что на самом деле с формально-логической точки зрения или с формальным подходом невозможно объяснить, что такое изменение и движение. Движение – это и равенство с собой, и неравенство с собой. Вот человек все время равен самому себе, любой, с момента рождения и до смерти. Равен самому себе. Но он все время и неравен самому себе. Через каждую секунду он уже более, больше ему времени, у него больший возраст, и имеется изменение во всем. И в физическом его самочувствии, и в физическом его устройстве, и в его умственном развитии. Если человек что-то прочитал сейчас, вот человек сидит, читает газету, так он же равен тому человеку, который до этого ее не читал. Равен. Но раз он уже что-то в газете прочитал, этот человек, значит, он уже неравен самому себе. То есть человек, читающий газеты, это человек, который не хочет быть только равным самому себе. Он хочет быть еще неравным самому себе, изменяющимся. Ну, теперь стоит вопрос, а какие могут быть изменения? А изменения могут быть какие угодно. То есть слово изменения само по себе ничего положительного не содержит. Например, вот есть такая даже песня, которую как-то иногда активно передавали и пели. Мы хотим перемен. Ну, какие могут быть перемены? У вас отнимут пенсию, сократят зарплату, выгонят с работы. Это же перемены. Хотите перемены? Вот, пожалуйста, вам перемены. Тот, кто хочет перемен. Вот очень многие люди поддержали так называемую перестройку по той простой причине, что им говорили, надо перестроиться, давайте перестроим, не надо жить по-старому, давайте жить по-новому. Ну, и начали жить по-новому. Так лучше стали жить или хуже? У нас половина промышленности исчезла в России. Их больше половины. И вот никак еще нам не выйти на тот уровень, который был в 1990 году. Более того, значит, все советское время существовало такое соотношение между числом умерших и числом родившихся. Превышение рождаемости над смертностью. Начиная с 1990 года у нас устойчиво сохраняется такая ситуация, что смертность превышает рождаемость. Это нормальная жизнь, когда смертность превышает рождаемость. То есть Россия медленно, но вымирает. А как может быть обеспечено в таких условиях прирост? Только за счет механического прироста. Если к нам приедут какие-то работники из других бывших республик Советского Союза, наши соотечественники. Вот и все. Так что изменения изменяют. И само понятие перестройки. Довольно глупый вопрос задавал Горбачев, когда спрашивал, вы за перестройку? Или вы перестроились? А что значит перестройка? Можно ведь перестроить дворец в хлеб. А можно перестроить хлеб в дворец. Например, у нас вот на Исааковской площади находится выставочный зал. Это бывшие конюшни. Там и, собственно, и две статуи лошадей, и всадников. Ну, так можно взять, перестроить этот выставочный зал обратно в конюшень. Или хорошо это будет, плохо. Или вот, как известно, Московский Кремль был изначально деревянным. А его перестроили и сделали Кремль каменным. Ну, так он прекрасный, этот Московский Кремль. Это чудо вообще архитектуры. А давайте его перестроим. Возьмем вместо каменного, то есть все это отбойным молотками, уничтожим и сделаем снова деревянный, как было раньше. Это тоже будет перестройка. То есть, вот Ленин писал, что и от этих перестроек бывает такое бедствие, что я большего бедствия в жизни не знал. Не перестраивать нужно, а вот улучшить жизнь людей. То есть, улучшить жизнь, это не просто перестраивать. Это так перестраивать, чтобы жизнь улучшалась. Вам хотите, чтобы у вас изменилась зарплата? Вы хотите перемен? Хотите. Завтра придете и получаете зарплату? Получите в два раза меньше. Это изменение? Изменение. Хотите изменение условий труда? Пожалуйста, придумают, как придумали некое СОУД, специальную оценку условий труда. С 2013 года приглашается фирма, ей работодатель платит деньги, чтобы она как бы заново замерила, сделала необходимые замеры, параметры ваших условий труда, и она за соответствующие платы пишет, что у вас, если было особо вредное производство, то пишет, что это она просто вредная. Если вредная, то она уже не вредная, а полезная. Докерам можно написать, что они, во-первых, работают на берегу моря и все время на свежем воздухе. И как они еще добиваются, чтобы у них была вредная и опасная работа? То есть, вообще говоря, все течет, все изменяется, это правильно, но из того, что все течет, все изменяется, из этого не следует, что не надо различать, какие-то, как изменяется. Поэтому, как вот атрифицировать эти изменения? Надо видеть, что не является изменением само по себе просто благом. Точно так же и покой. Сам по себе не является благом. Почему есть такое понятие покойник? Так сказать, хотите полного покоя, пожалуйста, но вы же тогда жить не будете. Потому что пока вы живете, никакого покоя быть не может. Покой нам только снится. Вот поэтому диалектика, она на это и обращает внимание, что все находится в постоянном движении изменений, но это не значит, что мы должны просто констатировать сам факт изменений, а мы должны вот эти изменения классифицировать соответствующим образом. Поэтому, если мы обратимся к истории человечества, мы увидим, что эпохи, когда жизнь ухудшалась, или периоды, когда жизнь ухудшалась, народа, потом сменяются периодами, когда жизнь улучшается, потом снова ухудшается и так далее. Реформы, которые улучшают положение, они изменяют, конечно, жизнь. Но есть реформы, которые ухудшают положение, они тоже изменяют, но изменяют в противоположную сторону. Поэтому весь вопрос в том, а какого направления изменений? Поэтому, когда вещь идет о социальных изменениях, вот только тут-то только и начинаем мы разбираться в чьих интересах изменений. Отсюда и такой возможен подход. Если вы возьмете социальную структуру общества, то эта социальная структура общества представляет собой структуру классовую. Классы – это большие группы людей, которые отличаются по месту в исторической определенной системе общественного производства. По отношению к средствам производства, большей частью закрепленному и оформленному закону. По роли в общественной организации труда. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Поэтому в зависимости от того, какое положение занимает тот или иной класс, одно и то же изменение может быть для него выгодно, а другое изменение для него не выгодно. Ну вот, скажем, нынешняя пенсионная реформа правящему классу, который, собственно, должен следить за тем, чтобы пенсионные взносы платились, а у нас, по крайней мере, треть собственников, которые должны пенсионные фонды пополнять, они этой задачи не выполняют, и государство никаких мер не применяет по отношению к этим людям, которые не обеспечивают поступление пенсионных взносов. Зато оно решило к этой же проблеме подойти с другой стороны, взять и увеличить возраст выхода на пенсию. А увеличив возраст выхода на пенсию, оно привело ситуацию к тому, что если вот 10% женщин не доживало до пенсии, теперь будет 20% не доживать, если, скажем, 40% мужчин не доживал до пенсии, 60% не будет доживать. Кроме того, если считать, что у нас по 14 тысяч рублей средняя пенсия сейчас в России, то за 5 лет человек мог бы уже получать пенсию, а он теперь этого лишается, лишен. А 5 лет, это по 12 месяцев, это 60 месяцев. А 60 месяцев умножить на 14 тысяч, это будет 840 тысяч рублей. Вот что получается. 840 тысяч рублей забрали у каждого трудящегося, у каждого, кто еще пенсионного возраста не достиг. Это не касается тех, кто сейчас находится на пенсии, а забрали как раз у тех молодых, которые еще вроде не думают о пенсии. Но у них уже, так сказать, забрали 840 тысяч рублей. И, так сказать, хотят, чтобы народ к этому относился положительно. Естественно, отношение к этой пенсионной реформе отрицательное. То есть не ко всем изменениям, но отношение может быть положительное, а не к некоторым отрицательное. Ну и понятное дело, значит, если вы возьмете буржуазный класс российский, то видим мы здесь такую картину, что постоянно растет количество долларов, миллионеров и миллиардеров. А если вы возьмете данные по заработной плате, то вот в 2016 году зарплата работников составляла 92,5% от уровня 2013 года. То есть реальное содержание зарплаты сокращалось подряд много лет. А если вы возьмете реальное содержание доходов населения, то есть сюда попадают и пенсии, и стипендии, и, так сказать, пособия инвалидам, это 90,5% от 2013 года. То есть с 2013 года у нас уже много лет уже, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 начался, ухудшается положение трудящихся в части доходов. И с 2013 года в части условий труда ухудшилось положение в части этих условий труда. То есть положение трудящихся ухудшается, что при этом, а при этом растет число долларов, миллионеров и миллиардеров постоянно на 10-11%. На 10% за прошлый год выросло число долларов, миллионеров, и на 11% число долларов, миллиардеров. Если мы возьмем, скажем, структуру доходов руководителей или членов наблюдательных советов или советов директоров государственных компаний, и частных то же самое, ну давайте государственных возьмем. Как бы государственные должны заботиться о всех, так вот в государственных компаниях члены совета директоров Роснефти получают 28 миллионов в месяц. При этом рассказывают, что это часть зарплата, часть бонуса, часть дополнительные выплаты, хотя если вы заглянете в Трудовой кодекс России, там написано, что все, что получают работники, все это зарплата, только разные формы. И выплаты, и в том числе и за вредную работу, и премиальные, все это зарплата, это раз. Но на самом деле, это зарплата 28 миллионов, ведь зарплата, ну это цена рабочей силы, по определению зарплаты, с политэкономической точки зрения. Ну и сколько зарплата в самых тяжелых условиях? Возьмите самые тяжелые условия, какие есть у трудящихся, это у шахтеров. У шахтеров такие условия, что они погибают, добыв определенное количество угля. И даже известно, сколько тонн угля, нужно добыть, чтобы столкнуться еще с одной жертвой со стороны шахтеров. Ну сколько получают? Менее 50 тысяч. Значит, сверх 50 тысяч, то, что под видом зарплаты подается, это что такое? Это 50 тысяч, а дальше 27 миллионов 950 тысяч, это прибавочная стоимость, под видом зарплаты. То есть эти так называемые государственные чиновники экономические, которые руководят нашими государственными компаниями, там разные, конечно, данные, например, если вы возьмете доходы членов наблюдательного или руководящего органа Сибербанка, тоже государственный банк, там картина закатит. Ну 24 миллиона в месяц люди получают. Если возьмете Газпром, всего 15 миллионов, это бедняки. Ну это все за пределами 50 тысяч, это все прибавочная стоимость. Или тот, кого КПРФ двигало кандидатом в президенты, он тоже миллионер. Миллионер – это человек, который под видом зарплаты скрывает прибавочные стоимость. Он не просто миллионер, он еще и жулик, обычный миллионер, получает прибыль миллионную, а этот человек говорит, а то у меня зарплата высокая, я так много делаю для народа, поэтому так много и получаю. Если вы возьмете вот этих экономических чиновников государственных, они еще при этом, как правило, имеют и какую-то долю акций своего этого предприятия, государственного. Государственное предприятие, если в нем 51% акций принадлежит государству, а остальные, скажем, ГРФ тот же самый, и имеет акции своего Свербанка. И еще некоторые граждане, которые являются работниками этого Свербанка, тоже имеют акции. То есть он получается, как владелец акции, капиталист, как человек, который под видом зарплаты получает прибавочную стоимость, капиталист, и в то же время, он является государственным чиновником, который обеспечивает государственные интересы. А в чем состоят государственные интересы? Государственные интересы – это интересы того класса, который является правящим. А какой правящий класс у нас сейчас? Правящим классом в России является класс буржуазии. Поэтому вот как раз действие в интересах буржуазии это и есть государственные, это осуществление государственных интересов. Я думаю, что после вот этой реформы пенсионной, которая прошла, уже это стало не теорией, это все очевидным стало в основной массе трудящихся, что государство вовсе не заботится об улучшении жизни. Государство, наоборот, организовывает ухудшение жизни. Например, скажем, вот еще одно изменение возьмем. Как изменяются затраты труда? Затраты труда изменяются, и правда. Как изменяются затраты труда? Производительность труда растет или падает? Я думаю, все скажут, что кто хоть каким-то боком касался производства или слышал, в чем состоит вообще прогресс в развитии производительных сил, он знает, что с развитием производительных сил затраты труда на единицу продукции сокращаются. Или трудоемкость тем самым падает. Трудоемкость – это вот затраты труда в единице продукции. А раз затраты падают, можно сказать, что сокращение рабочего времени или затрат труда на производство единицы продукции – это обще-социологический закон. Когда развивалось производство первобытно-общинного коммунизма, затраты труда на производство вот того, что производилось, сокращалось. Когда развивалось рабовладельческое производство, тоже затраты труда на производство продуктов, которые рабы производили, сокращалось. Когда развивалось феодальное производство, тоже сокращались затраты на производство продукции, которые производились при капитализме, само собой, с ростом производительности труда, с внедрением новой техники, технического прогресса. Постоянно расход производительности труда, значит, а в чем выражается рост производительности труда? Что вот за то же самое время можно сделать все больше и больше продукции. Значит, за единицу продукции все меньше и меньше требует времени. То есть затраты труда в единице продукции сокращаются. И при социализме они сокращаются, и при полном коммунизме будут сокращаться. То есть сокращение затрат труда на производство единицы продукции – это общий социологический закон. А раз это общий социологический закон, то, следовательно, мы должны твердо знать, что затраты труда на производство единицы продукции сокращаются. Что нам сегодня пресса доказывает? Что нам доказывает пропаганда? Что затраты на все растут. Поэтому, поскольку затраты на все якобы растут, то нужно, соответственно, повышать цены. А как устраивается повышение цен? Двояко. Есть ползучее повышение цен. Как устраивается ползучее повышение цен? Очень просто. Задается уровень инфляции планомерно. Вот у нас наш Центробанк в предыдущие годы устанавливал планку. Инфляции 14%. 4%. Это значит, что у вас все ваши доходы, зарплаты, стипендии, пенсии, они сокращаются и сокращаются. Их реальное содержание падает и падает в течение года. А поскольку оно падает не в раз, а получается такой треугольник, то у вас отняли за год не 4% вашего дохода, а 2%. Вот по какой формуле у вас отнимают доходы. Но вот на новый период, на этот год, как сообщили нам празднично представители Центробанка, они запланировали инфляцию 5,5%. Если 5,5%, значит, уже не 2% у вас будет отнята вашего дохода в течение года. А 2,75%, больше чем 2,5%. Посчитайте, сколько у вас забирают. И каждый раз рассказывают эту сказку, что якобы затраты растут. Хотя на самом деле затраты не растут. И цены сами по себе никогда не растут. Вот то, что говоришь, что цены растут, он ошибается, цены повышают. Сами цены не растут. Цены устанавливают все более высокими. Поэтому, вот когда мы говорим о категории изменения и начинаем эту категорию изменения применять, вот мы тогда уже видим, что это единство, равенство с собой и не равенство с собой, оно по-разному выглядит и по-разному может выступать. И в зависимости от того, что тут превалирует, и с какой скоростью происходит изменение, мы видим, как может сильно ухудшаться или улучшаться положение трудящих. Или, допустим, мы знаем наоборот, что заработная вклада за вторую пятилетку в СССР выросла на 79%. Вот, так сказать, тот рост доходов, который был. Или, в силу того, что так была устроена система планового ценообразования, что есть оптовые цены, оптовые цены устанавливаются как издержка производства, плюс нормативные прибыли. Задали вам определенный процент прибыли, и вы будете соответствовать с этим процентом, когда ваши затраты сократятся, вы будете получать прибыль уже меньше. А раз прибыль будет меньше, значит, и затраты меньше, и прибыль меньше. Вернее, прибыль по нормативу от меньших затрат тоже меньше будет объем. Следовательно, цены оптовые у нас падали. А раз падали цены оптовые, а розничные стояли, плановые цены устанавливались государством, они стояли неизменными. Значит, разность между розничными ценами и оптовыми постоянно увеличивались. А раз она постоянно увеличилась, появлялся разрыв между розничной и оптовой ценой, плановой. И поэтому нужно этот разрыв время от времени ликвидировать. И вот ликвидация этого разрыва между розничной ценой и оптовой требовала постоянного, регулярного понижения розничных цен. Что и происходило, не потому что, так сказать, особой любви к народу, так сказать, а просто потому что это закон социалистической экономики, понижение розничных цен. И, соответственно, понижение розничных цен означало повышение уровня реального содержания заработной платы. И наоборот. Вот у нас есть трудовой кодекс. В нем есть две статьи, в которых, говорится, затрагивается тема повышения уровня реального содержания заработной платы. Статья 130-я трудового кодекса. В 130-й статье говорится, «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». И написано, смысл этой статьи в том, что государство обеспечивает повышение уровня реального содержания заработной платы. А что мы видим в жизни? Государство не обеспечивает повышение уровня реального содержания заработной платы. А эта статья законная? Законная. Значит, закон государство нарушает? Нарушает. Но государственные чиновники несут ответственность за это? Не несут. Никакая ответственность за это не предусмотрена. Но это все равно хорошо, что есть такая статья. То есть, если, скажем, работники организовывают забастовку, выдвигают требования повысить реальное содержание зарплаты, и добиваются этого, благодаря этой забастовке, их требования не только справедливые, но и законные. Берем другую статью, статью 134. Там она называется так. «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». Вот так называется. Ничего про обеспечение в этой статье не говорится. Там говорится просто о том, что повышение уровня реального содержания зарплаты включает вся индексация. Ну, понятное дело, что если вы повышаете уровень, то уж, по крайней мере, вы должны сохранить тот уровень, который был. А индексация, она не столько сохраняет, сколько она допускает, что целый год у вас понижается реальное содержание зарплаты. Потом, в начале следующего года, раз, и на прежний уровень вывели снова реальное содержание зарплаты. И как только вывели, так сразу снова идет понижение. Вот как вагоны ездят в метро. В метро, как известно, они для того, чтобы меньше тратить энергии на торможение. Они идут, так сказать, немножко вниз, а потом уже к станции поднимаются наверх. Так сделано. Так и здесь. Каждый раз у нас получается, что, если это есть индексация, она допускает постоянное в течение года понижение уровня реального содержания зарплаты, потом разовое повышение до того уровня, который был месяц, простите, год назад. Вот что такое индексация. Некоторые под индексацией понимают вообще любое повышение на любой уровень. Это неверно. Индексация по определению экономическому – это только такое повышение, которое является повышением на тот уровень, на который она сократилась из-за инфляции. Вот только такое повышение уровня зарплаты называется индексацией. Отсюда вывод, что не следует думать, что любые изменения сами по себе хороши. А есть такие изменения, которые всегда позитивны в целом. Да. В целом есть такое понятие, как революция. Революция – это ведь такое изменение, когда на место реакционного класса, который душит трудящихся, и не дает им подняться, приходит класс прогрессивный, более прогрессивный. И если мы будем смотреть революции, то, скажем, уже феодальная революция, она облегчила положение трудящихся. Если при рабовладении трудящиеся были рабами, то благодаря феодальной революции их нельзя уже было убить. Они стали крепостными, они стали свободнее. А буржуазная революция еще сделала их свободнее. То есть вообще, строго говоря, каждый работник теперь не обязан работать на какого-то барина, хозяина. Он может заключить договоры с любым собственником средств производства. То есть он свободен. В чем он свободен? Свобода, конечно, у него довольно относительная. Он свободен в продаже своей рабочей силы и может продавать ее любому капиталисту. А капиталист может ее купить или не купить. Вот для того, чтобы цена этой рабочей силы была пониже, поэтому капиталисты организовывают безработицу. Я думаю, вы понимаете, что нетрудно посчитать, сколько нужно работников, сколько имеется работников и сколько, соответственно, нужно для них рабочих мест. Нетрудно. Но так делается, чтобы обязательно рабочих мест было меньше, чем есть работников. Для чего? Это делается для того, чтобы сбить цену на рабочую силу. И вот для отдельного работника кажется, что он ходит от одного работодателя к другому и ищет, где цена повыше на рабочую силу его. Но на самом деле общий уровень цен, он определен, поскольку заведомо рабочих мест создается меньше, чем есть работников, и тем самым сбивается цену на рабочую силу. Создается резервная армия труда, которая висит, как гелья на ногах у работников и не позволяет им повысить свою заработную плату без особенной большой борьбы. Вот такое изменение произошло. Ну а еще одно изменение. Революция социалистическая делает трудящихся во главе с рабочим классом, хозяевами производства и тогда уже другие законы. Если основной закон капитализма был закон стоимости, а этот закон стоимости модифицировался с развитием капитализма в закон прибавочной стоимости, и прибавочная стоимость, вот ее увеличению подчинено все движение, все изменение капиталистической системы, то когда установился социализм в Советском Союзе, то социализм имеет другой основной закон, прямо противоположный. Целью производства при социализме является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, не только отдельных каких-то лиц, а всех. И причем не просто повышение благосостояния, а надо, чтобы человек развивался. И вот развивались не отдельные люди, избранные, а развиваться должны все. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот изменение. И наоборот, когда враги социализма, такие как Хрущев, они уничтожали социализм на 22-м съезде, они что сделали? Они, во-первых, выбросили из программы партии учения о диктатуре пролетариата, необходимость диктатуры пролетариата до полного гуманизма. А как известно, и это Ленин подчеркивает, тот, кто не понимает, что всякое государство классовое, если вы убираете диктатуру пролетариата, не создается какой-то вакуум, а будет просто диктатура буржуазии. Потому что диктатуру пролетариата осуществлять очень трудно. Это упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная, против сил и традиций старого общества. А если вы эту борьбу прекращаете, ликвидируете, народ демобилизуете, они становятся беззащитными против прямо-происположенных тенденций, против наступления сил и традиций старого общества. Вместе с силами и традициями старого общества возвращается старый класс. Господствующий возрождается снова класс капиталистов, и положение трудящихся начинает не просто ухудшаться, а систематически ухудшаться, поскольку действовать начинают законы капитализма. А при царе действует закон абсолютного обнищания. Вот иногда люди, которые, надо сказать, не очень в этом разбираются, говорят, ну как же так, вот сейчас же в Европе рабочие лучше живут, чем, скажем, 30 или 40, 50 лет назад. А благодаря чему? Благодаря тому, что они организовывали забастовочную борьбу и повышали цену своей рабочей силы. А что касается действия самого капитализма, то если мы начнем рисовать график движения заработной платы реальный, он всегда, это функция, убывающая в каждой точке. А вот если есть забастовка, вот подскочилось значение, вот с помощью забастовки повысилась заработная плата, ее реальное содержание. Как только забастовка закончилась, в силу того, что цены-то растут, идет инфляция, идет снова понижение. То есть график заработной платы в условиях капитализма, и это разрывная функция, убывающая в каждой точке. А разрывная она потому, что рабочий класс останавливает машины и проводит забастовки и повышает свою заработную плату. Никаким другим путем и никогда повышение заработной платы в условиях капитализма не добиться. Вот это тоже изменения. Какие изменения? Есть изменения, которые как бы являются стихийными, само собой идущими. Это изменения к ухудшению положения работников, они выражаются в законе абсолютного обещания рабочего класса, который вывел Карл Макс. А если забастовка, так это останавливаются экономические законы, начинают действовать уже законы классовой борьбы, и изменяется ситуация. Ну и если совершается социалистическая революция, если это не только революция, а если проходит переходный период, и социализм побеждает, и а социализм это коммунизм в низшей фазе, а основной закон коммунизма это обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, вот тогда, да, вот тогда действительно происходит это постоянное движение вперед, в смысле благосостояние трудящихся. И тогда совершается движение к полному уничтожению классов. А для того, чтобы уничтожить деление на классы, писал Ленин в работе «Великий почин», мало сделать так, чтобы не было эксплуататорских классов. Надо сделать так, чтобы не было различий между городом и деревней, когда вся масса культуры сосредоточена в городе, а деревня обделена, и медицина в городе, а деревня обделена. И еще хуже становится у нас сейчас. У нас в ходе, скажем, реформы здравоохранения, закрыты небольшие медицинские пункты, или фельдшерские пункты, и для того, чтобы человек получил какую-то первую медицинскую помощь, ему надо проехать 80 километров. Представьте себе, зима или распутица, весной или осенью. Или сократили 20 тысяч врачей, или в одном Москве 5 тысяч врачей взяли и уволили. Был большой скандал, после этого большого скандала им дали по 500 тысяч каждому, чтобы они не скандалили. И что произошло? Ну, эти врачи устроились в платную медицину, и теперь они активно собирают деньги за медицинскую помощь с больных. Потому что кому хуже, больным или здоровым? С больным хуже. А с кого берут деньги? Медики, которые заняты в платной медицине. Ну, с больных, с тем, кому хуже. Вот тем, кому хуже, чем будет еще хуже после того, как они пойдут куда? В учреждение платной медицины. То есть одно они поправят, а с другой стороны они лишатся возможности покупать фрукты, или там поехать на отдых, и так далее, и тому подобное. Это все изменения. Это мы все вот разбираем в категории изменения. И разбираем мы ее достаточно обстоятельно, потому что некоторые граждане, ну, вот как в том анекдоте, думают, что вот у меня всякое изменение хорошо. Один загадал, хочу, вот ему сказали, что вот Бог вам сделает все, что вы попросите. Ну, он тогда попросил, давайте, я хочу, чтобы было все кругом белое, и вручала вода. Оказался он в большом, так сказать, можно сказать, туалете, кругом, так сказать, унитазе, где звучит вода, и кругом белое. Так и получилось, что некоторые наивные люди думали, что вот придет частник, вот он, и он все решит. Что решит? Он не просто решит, он порешит, он отберет у тебя жилье. Сколько? У нас были бомжи при социализме? Не было бомжей. А сейчас есть бомжи? Есть. Это что значит? Ну, когда жилье было государственным, то вы можете жить в нем вечно. Я, кстати, как человек, знаете, я, естественно, приватизацией жильей не занимался, у нас жилье не приватизировано, поэтому к нам иногда приходят и говорят, ну, у вас, конечно, жилье приватизировано, нет, а, ну, тогда вам бесплатно. И бесплатно там ставят нам новую раковину или новую какую-то ванну нам поставили, новую. Почему? А это не наше жилье. Это же, мы здесь вот живем, а кто собственник жилья? Государство. Да государство это крупный собственник, а крупный собственник имеет какие-то возможности. А мелкие собственники, ну, как мелкие собственники могут бороться? С чем-то? Никак они не могут. Ни с чем бороться. И так далее. Вот какие интересные выводы мы получаем, если мы начинаем рассматривать самые разные виды изменений, которые есть в социальной жизни. В этом смысле социальная философия, с одной стороны, она опирается на диалектику, на формально-логические и диалектические положения, а с другой стороны, когда она их применяет, она должна учитывать, что мы попадаем в сферу действия экономических интересов. Гегель даже говорит, интересы двигают жизнью народу. А что такое экономические интересы? Экономические интересы – это не психологические интересы. Если есть это в интересах психологии, то это значит то, чем я интересуюсь. То есть, что привлекло мое внимание? Вот мое внимание привлекли какие-то книжки или вот этот шкаф и так далее. А когда речь идет о экономических интересах и управлении даже в языке другое, я не чем-то интересуюсь, а в чем я заинтересован. А в чем я заинтересован – это означает, что мне объективно выгодно в силу того положения, которое я занимаю. Если я занимаю положение капиталиста, мне выгодно понижать зарплату рабочих и повышать прибавочную стоимость. Если я являюсь чиновником, то мне выгодно поменьше работать и побольше набивать свой карман. Потому что чиновником я не все время буду. Поэтому надо за то время, пока я на государственной службе, с учетом того, что провозглашено положение о том, что главный принцип нашего буржавного общества в чем состоит? Приоритет интересов личности. Значит, что я должен сделать, если я стал министром? Набить свой карман. Не то, чтобы я ничего не делаю, я что-то делаю по государственной службе, но я набиваю свой карман и должен это сделать достаточно хорошо за то время, пока я нахожусь на этом самом посту. Поэтому те явления, которые мы наблюдаем, коррупционные, бюрократические и прочие, это явления не случайные. Мы наблюдаем, что они очень ярко проявляются в современном буржавном российском обществе. Вот если то там, значит, заберут деньги, то там заберут деньги, то там, значит, хотя в капиталистическом обществе можно обогащаться без труда, законным путем. Нет. Все равно нарушают даже законы буржуазного общества. И тогда Следственный комитет, так сказать, и государство буржуазное применяет меры насилия для того, чтобы, ну, совсем не разрушили даже буржуазное государство, потому что иначе и буржуазное государство не может действовать, когда растаскивают все и все. То есть надо наказывать, надо сажать в тюрьму, надо отбирать, но, вот, скажем, председатель Следственного комитета товарищ Басрыкин настаивает, что нужно у тех мошенников, которые захватили государственное имущество, которые совершили экономические преступления, у них конфисковывать имущество всей семьи. Почему? Да потому что у них записано иначе это на своих родственников, и когда приходят судебные приставы забирать имущество у того, кто осужден, выясняется, что это жены, это сына, это дочки, это тестья, это тещи, это тети, это дяди. А что у вашего? А у меня вот КВН-49. Старенький телевизор, забирайте его. Пример. Вот вы, наверное, знаете, Кехман есть такой, он у нас художественный руководитель нашего театра, малого оперного. Кехман был банановым королем и взял в кредит 20 миллиардов долларов. 10 миллиардов у Банка Москвы, 4 миллиарда у Спербанка, а вот еще остальные, где я не знаю, это последние данные, которые недавно сообщили. И вот раньше было известно, что он у Спербанка 4 миллиарда взял, оказывается, он всего в общей сумме набрал 20 миллиардов. Этот Кехман ничего не отдал. И эти два уважаемых банка, Банк Москвы и Спербанк, пытались ли так или иначе в него забрать. Он всякие уловки совершал, которые тоже относятся к категории изменения. А какие? Ну, он банкротил себя. То есть, что такое? То есть, добивался в суде того, чтобы было принято решение о банкротстве. В английском суде принято было такое решение. Когда человек имеет 20 миллиардов, то он какое-то количество миллионов может выделить на то, чтобы хорошо прошел процесс в суде. Например, нанять хороших адвокатов. И много их хороших адвокатов нанять. И знающих людей. И так далее. Короче говоря, он банкротился. Наше государство сказало, не, нам это не то, что английский суд решил, мы сейчас признавать не будем. А он тогда пошел и в нашем суде тоже оформил банкротство. А раз он оформил банкротство, у него, как у банкрота, стали отнимать. Что у него осталось? Пришли судебные приставы и выяснилось, что у него, на него записана одна квартира, однокомнатная. И вот эту однокомнатную квартиру отобрали. И сейчас, правда, вот банк Москвы затеял суд в Англии, и он, кстати, этот банк Москвы выиграл против него, чтобы у него отобрали на Лазурном берегу вот такое дорогое здание во Франции. И французский суд готов это сделать, но он еще должен согласовать это с английским. А там два погреба винных, три спальни, в общем, большое, мощное здание. Но все равно это здание, так сказать, малую часть занимает этих 20 миллиардов. Поскольку он банкрот, то банкрот не может быть директором. А он у нас числился работником культуры, директором нашего малого оперного театра и директором Новосибирского оперного театра, театра оперы и балеты. Поскольку он обанкротился, то он теперь не может быть директором по закону. И он поэтому художественным руководителем является художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета и художественным руководителем нашего малооперного. Вот такой человек у нас работник культуры. Такой грамотный, он такие проделывал изменения, что МВД переквалифицировало дело на него, по которому он не может сесть в черву. Вот поэтому он живет и процветает. И демонстрирует, что в наглое демонстрирует, что люди, которые имеют большие деньги, они свободны от всякой ответственности. И это делается вот перед всей Россией, не только перед Россией, это демонстрация того, что богатые, они освобождают себя от ответственности за такие преступления. И далеко не все они попадают в тюрьму, хотя делают страшные преступления. Вот такая картина с этой категорией изменения, то есть очень интересная эта категория и с логической стороны, и с точки зрения ее применения. И, конечно, любой молодой исследователь должен уметь эту категорию и изложить, и определить, и использовать ее в своем социальном анализе. Спасибо за внимание.